Бизнес, как известно, это улица с двусторонним движением. Если бы мы одни хотели продавать автомобили, мы бы их, наверное, продали не так много. Мы сейчас слушаем наших клиентов, которые покупают эти автомобили. С другой стороны, сами мы не можем обеспечить полный комфорт и качество этого сервиса. Нам необходимо коммуницировать с банками. Мы понимаем, что наша отрасль очень большая, и она интересна и государству с точки зрения собираемости налогов, потому что мы действительно большие. Но мы сравнивали несколько лет назад, что оборот по нашей отрасли годовой, он сравним с рынком вооружения всего мира. Это так. Над этими цифрами стоит задуматься. И в этом варианте для нас очень важна та коммуникация, которую мы предлагаем нашим банкам, партнерам, нашим государственным органам в лице Федеральной антимонопольной службы, Министерства промышленности и торговли, потому что это общий бизнес, когда он делается общими усилиями, только тогда получается правильный и хороший результат. Безусловно, падение рубля существует, и оно зависит от внешнеэкономической ситуации в стране. Второе. Падение автомобильного рынка, оно тоже существует, но в большей степени оно все-таки прогнозирует той ситуации, которая на рынке сложилась. Это и отсутствие на сегодняшний день программы субсидирования государственного кредитования. Это в первую очередь. Если эта программа не будет запущена, то да, падение будет продолжаться, и это будет достаточно существенно. Март оказался хорошим месяцем для автомобильных дилеров. Февраль был плохой, март нас порадовал. Но мы прогнозируем действительно снижение по автомобильному рынку в этом году где-то на 5%. Опять же повторюсь, если не будет программы государственной поддержки. В цифрах могу сказать, что вот эти вот 5% товарообороте составляет порядка 150 миллиардов рублей. Это очень серьезная цифра, над которой стоит задуматься. И одних налогов НДС на добавленную стоимость, это должно было принести государству порядка 1 миллиарда. При отсутствии государственной программы этого не произойдет. Хотя достаточно странно, потому что государство может ограничиться суммами субсидий меньшими, чем сумма ожидаемых налогов. Поэтому с точки зрения бизнеса надо, наверное, над этим задуматься. Мы ожидаем, что сегодня появится и произойдет профессиональный разговор. Именно тех людей, которые находятся в этом бизнесе. Мы будем обсуждать проблемы, о которых я говорил выше. И надеюсь, что мы сможем сформулировать какие-то пути для выхода из этой ситуации. Мы сегодня услышим оценки кодекса поведения автопроизводителей со стороны Федеральной антимонопольной службы. На мой взгляд, пока то, что было объявлено, не до конца работает, потому что не существует в полном объеме той информации, которая необходима, чтобы раскрутить этот проект. Безусловно, то, что сделала Ассоциация Европейского бизнеса, взяв на себя добровольное обязательство по созданию кодекса, это очень положительный шаг. Всегда лучше договариваться, чем рассчитывать на то, что государство примет какие-то ограничительные меры, которые будут способствовать развитию бизнеса. Опыт показывает, что государство еще ни одной такой меры не принимало. Поэтому спасение утопающих делаю рук самих утопающих. Надо самими, своими руками делать свой бизнес, договариваясь об их правилах поведения. Субтитры создавал DimaTorzok